Всем привет, это Настя. Я снова с вами. Поздравляю всех с наступившим Новым Годом и Рождеством. В этом видео я бы хотела рассказать о моей любимой декоративной косметике, которая чаще всего пользовалась в прошлом году. Открытием года и абсолютным фаворитом для меня стала база под макияж от японской фирмы Raffro, которая называется UV Natural Base. Это база под макияж на водно-силиконовой основе, которая замечательно матирует кожу, при этом ее не пересушивая. Очень долго держится на коже, даже летом в самую жаркую и влажную погоду. Очень хорошо скрывает поры и выравнивает общий тон кожи, но продается она вот в таком только единственном очень светлом оттенке с желтым подтоном. Я ее могу носить саму по себе, просто одну, что я и делала в течение всего лета и пищала от восторга. Эта база содержит SPF 30, что очень важно в любое время года. А также в ее состав входит набор ухаживающих компонентов, таких как гиалуроновая кислота, керамиды и различные растительные экстракты. Следующий фаворит это Giorgio Armani Master Corrector номер 1, розовый. Очень удачная у него формулировка, он очень легкий, практически не забивается в складки и идеально подходит для корректировки синих и фиолетовых кругов под глазами. Он очень прост и точен нанесений. Здесь очень удобная тончайшая кисточка и очень удобная упаковка. Самым любимым консилером этого года стал консилер от Make Up For Ever, который называется Full Cover. Его можно использовать как под глазами, так и на всем лице. У него очень удобная гигиеничная упаковка. Здесь колоссальное количество продуктов, здесь целых 15 мл. Это консилер с высокой степенью покрытия, его можно использовать даже для того, чтобы замазывать татуировки, если нанести его в несколько слоев. Также он водостойкий, то есть он будет замечательно вести себя в жару. Еще один приятный его бонус в том, что он практически не забивается в складки под глазами. Следующий фаворит это жидкий хайлайтер от фирмы Bebka, называется Shimmering Skin Perfector, и у меня он в оттенке Pearl. Это один из самых деликатнейших и, естественно, выглядящих хайлайтеров, которые мне удовлетелось попробовать. Доверяю ему уже не первый год. У меня есть полный обзор на этот продукт, ссылку на видео я оставлю внизу в инфобоксике. Этот хайлайтер содержит SPF и большое количество ухаживающих компонентов. Еще его бонус в том, что здесь огромная бутылка, аж на целых 50 мл. Следующий фаворит это кремовые румяна от Rouge Bunny Rouge. У них отличная текстура, они очень легко растушевываются, дают такой естественный и очень элегантный румянец. И при этом оттенок этот очень удачен в том плане, что он не подчеркивает красноту на лице. Упаковка у него очень удобная и это отличный вариант для каких-то поездок. Следующий фаворит это бронзер от Kevin O'Kwan. У меня он в оттенке Tropical Nights. На самом деле это вообще мой самый первый бронзер, потому что я до этого никак не могла найти ничего подходящего для моей светлой кожи. Этот бронзер не матовый, он содержит частички мелкого золотого шиммера. Но как ни странно, они практически незаметны на лице и просто придают еще больше свежести и сияния. Это легкая бронзирующая вуаль с красноватым подтоном, которая очень хорошо имитирует загар и естественно смотрится даже на светлой коже. Еще один бронзирующий продукт в моих фаворитах это продукт от доктора Хаушка. В банке он выглядит очень неприглядно, однако на кожу он создает очень естественный эффект загара. Его можно использовать как на теле, так и на лице. Для сравнения я покажу две мои руки. Этот с жидким бронзатором от доктора Хаушки и моя белая рука. Разумеется, интенсивность можно варьировать, можно сделать его еще более прозрачным и легким. То есть добавить полный увлажняющего крема, тогда он совсем практически небольшое только сияние даст. Также можно наслоить несколько слоев и получить такой насыщенный эффект загара. Одним из самых главных открытий прошлого года стали вот такие вот тинты для глаз, щек и губ от Бекка. Просто их обожаю и использую каждый день. Ссылку на полный обзор на эти продукты я как обычно оставлю внизу. Эти тинты невероятно стойкие, они были проверены мной в невыносимую японскую жару с высокой влажностью. Я их брала во все свои поездки, которые были в прошлом году. Тинты для глаз очень хорошо работают как сами по себе, как кремовые тени, так и здорово работают как основу под тени. Тинты для губ и щек также очень стойкие и с ними невероятно легко работать. У этих продуктов легкая гелево-силиконовая текстура. Любимой базой под тени была база от Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. И именно вот в этом оттенке шампанского, в оттенке Cine, который я могу использовать также и сам по себе, как кремовые тени самостоятельные. Очень освежает взгляд и подходит для утреннего экспресс-макияжа. Любимой гелевой подводкой для меня была очень бюджетная и стойкая гелевая подводка от Maybelline, которая продается с удобнейшей кисточкой для подводки. Она замечательно держится на водной линии и достаточно долго не засыхает. Абсолютный фаворит среди подводок для меня это жидкая подводка-маркер от Lady Oscar. Я уже не знаю, какая по счету у меня эта подводка. Наверное, шестая. Это очень стойкая подводка, держится абсолютно весь день и при этом она без остатка и очень легко смывается в конце дня. Тончайший кончик маркера позволяет сделать стрелочку любой толщины. При этом ей очень удобно и легко рисовать, она подойдет даже для начинающих. Открытие этого года точно такой же маркер, как и предыдущий, только уже для заполнения броней. Этот маркер от Canebo Media. Это бюджетная марка. Масс-маркет японский. Здесь также маркер с тончайшим кончиком, но при этом он дает линию с очень низкой интенсивностью, то есть она идеально подойдет для заполнения бровей. Брови будут выглядеть очень мягко и естественно. Безумно мне понравились в этом году новые кремовые тени от Maybelline Color Tattoo. По-моему у них вообще одна из самых удачных формулировок стойких кремовых теней, даже по сравнению с люксовыми кремовыми тенями. У них очень хорошая пигментация, они легко наносятся либо пальцем, либо плоской синтетической кистью и дают достаточно времени для растушевки. Больше всего мне понравился вот этот вот бронзовый оттенок, также у меня есть два других, это матовый толп и золотой оттеночек. Единственный минус этих теней заключается в том, что выбор оттенков на данный момент пока еще маленький, но я надеюсь, что в новом году будут выпущены новые коллекции. Ну и напоследок давайте пройдемся по помадам. У меня было 5 самых любимых помад в прошлом году. Все они с прекрасными текстурами, увлажняющие и очень комфортные на губах. Кроме, наверное, помады от Urban Decay, которой мне очень нравится оттенок, но она немножечко сушит, поэтому приходится использовать хороший увлажняющий бальзам под нее. Вот эти 5 помад. Самая первая помада, это помада от Bobby Brown. Это такой розовый коралл. Следующая помада, это такой розовый нюд. Мой идеальный нюд от Suzy & Y. Японский драг-стор. Следующая помада, это шикарный красный от Edward Bess. В оттенке Eternal Passion. Четвертая помада, это оттенок Вуду от Urban Decay. С потрясающей упаковкой помада. Здесь такая шпажка, на которой вытягивается эта помада. И, собственно, выкручивается. Очень она мне нравится. Потрясающий оттенок. И последний оттенок, это Tom Ford. Оттенок называется Черная орхидея. Я буду очень рада, если вы расскажете о своих фаворитах прошлого года в комментариях. Большое спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео. Пока! Пока!